Ростов, привет! С вами Геометрия ТВ, я Ви Джей Велина, и сегодня у нас в гостях потрясающая группа. Ребята, Эстра Дорадо, вам просто бурные аплодисменты! Спасибо большое, что пришли. Сейчас я представлю всех по очереди, у меня все записано. Несменный лидер и вокалист Саша Химчук, Кондра Шевслава клавиши и Зиварова Евгения, бэк-вокал. Все правильно. Ребята, Саша, наверное, вопрос начало к тебе. Скажи, пожалуйста, с чего начиналась ваша группа? Вот как вообще все родилось? С того, что мы со Славой сидели в студии днем, писали музыку для рекламы, делали аудиодизайн для телевидения, а ночью писали треки в свое удовольствие просто. Вот Эстра Дорадо — это музыка, которая... Каждая песня, каждый трек был записан в рамках одной ночи. Иногда по два за ночью мы успевали. То есть у нас... Три. То было бы? Да, у нас было бы. Не болей, не болей! Два официальная версия. Было такое. В частности, вот «Вите надо выйти». Этот трек записан такой, как бы, один из крайних, наверное, в 2016 году, который был записан абсолютно в шутку и сделан, написан, аранжирован и смонтирован еще ролик всего за три часа. В период с трех часов ночи до шести утра. И результат получился гениальный. Вся страна в шоке, ходит, поет и не может успокоиться. А вот ваш нынешний состав, вы с этого, в принципе, начинали или постепенно были какие-то замены, люди менялись? Нет, никаких замен. Ну, в основном, весь продакшн делаем со славой вместе. Женя, человек... Я просто красивую. Да, просто... Их раньше моя девочка должна быть. Мы же еще делаем проект «Файна», кроме «Страдрада». «Файна» — такой подключаемый модуль. Она приходит, как Слава говорит, где ты даешь нам вдохновение. Вот, и мы еще пишем для проекта «Файна» тоже песня «Онгазичный» с голосом Жени. Вот. А вообще «Баба в шубе». Да, «Баба в шубе». Хэштег, хэштег «Баба в шубе». Зовут на гастроли и спрашивают, а «Баба в шубе» будет. На корпоративе, да, хорошо? Нет, от корпоратива мы пока отказываемся, можно сказать, потому что очень много открытых концертов. И хочется, чтобы это, прежде всего, было доступно людям, а не... Ну, вообще, в общем-то, открыто, потому что корпоративы... Закапываться — это такое, это уже последствия. Пока это творчество-творчество, да, Толик? Да, совершенно верно. А расскажите про название вашей группы, почему так называется, как вы к этому пришли, и в чем глубокий смысл? На самом деле, для того, чтобы понять смысл любого слова в русском языке, да не только в русском языке, нужно это слово разобрать, поскольку в русском языке точно многокоренное образование слов в большей степени, нужно слово просто разобрать и собрать, и понять, из чего он состоит. Эстрада рада, вот разберите, соберите. И я точно так же, как и вы, разгадываю это, потому что я не всегда могу объяснить, почему те или иные слова влетают в голову. Но эстрада рада — это что? То есть, во-первых, это есть эстрада, радость, есть страдание и радость, страда... Ну, то есть, как угодно, экстра-да-да-да, экстра-согласие. Потому что только тот, кто находится в полном согласии с этим миром, достойный в нем что-то менять. Очень философское название. А сразу, моментально, или вы знаете, говорят, да, то, что самое сложное, ты придумаешь название, ты думаешь, думаешь, а у вас прям вот так вот сразу пришло. Когда ты находишься в определенном потоке, и все, на самом деле, очень легко. Само приходит. Да. У вас сейчас тур, правильно? Или как назвать? Тур, это, можно сказать, большой тур, который состоит из микротуров, потому что, ну, из небольших туров, потому что, в любом случае, сейчас достаточно много гастролей, и мы работаем с разными прокатчиками, то просто пробуем, ищем своих людей, с которыми сотрудничать комфортнее всего. И, ну, важно то, что, по Дальнему Востоку это делают одни люди, там, по Украине другие люди. Здесь, в Ростове, это отдельный ростовский клан, мы сегодня ждем в гости Сережу Пименову и Коле Лебедева, это наша большая поддержка, наши хорошие друзья. Саш, вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, как у тебя твоя жизнь связалась с творчеством? Это с детства началось? Абсолютно. Я, когда был маленький, у меня много очень родственников военных, братьев, дядек, и я хотел сначала быть военным, потом, когда узнал в детстве, что быть военным, это значит выполнять приказ без обсуждения, я передумал быть военным, решил, что артистом быть все-таки веселее, потому что здесь, как у него, свободен. Ну, в принципе, да, конечно. Ребят, скажите, пожалуйста, когда нам ждать, знаете, как у нас в Ростове говорят, хитяу, вот когда нам ждать от вас следующий счет? Я могу только проанонсировать. Есть песня, она появилась недавно буквально, она называется «Надя Соснина». Вот. Это абсолютно не конъюнктурщина, это не потому, что там решили пойти по именам, а дело в том, что мы когда ехали по Москве, мимо района Зюзина, и по радио объявили, что два билета на концерт группы «Грибы» выиграла Надя Соснина, и этот человек моментально среди нас стал легендой. Вот, и о ней было написано песня. Скоро вы ее услышите, я думаю. Отлично. Скажите, а есть какие-то артисты или, может быть, музыкальная группа, с которыми вы бы прям хотели спеть дуэтом, совместное творчество? Мы хотели бы узнать, где эрогенная зона Кобзона. О-о-о! Вы знаете, у нас сегодня в студии уже второй раз фамилия Кобзон звучит, так что непросто так. Значит, что-то... Есть у Иосифа Давыдовича, там, может быть, какая-то значительная дать сегодня. А есть какой-то музыкальный жанр? Это шутка с уважением. Ну, конечно, что вдруг посмотрят. Есть какой-то музыкальный жанр, который для вас табу? Вот никогда в жизни вы даже ради шутки... Абсолютно. Для того, что мы не соблюдаем вообще никаких стилей. И это глупо абсолютно заковывать себя в какие-то рамки, потому что мы люди широких музыкальных вкусов, взглядов. И Эстрада Рада – это такая прогрессивная электроника без снобизма абсолютно. Потому что среди наших друзей, точно так же, как и мы, среди наших друзей есть очень много людей, которые спокойно абсолютно могут пойти на дискотеку «Соломон» или на концерт «Гус-Гус» или на «Ройксоп». И после этого, после пары рюмочек, орать песни лепсы в караоке. И это нормально. То есть мы не хаем водителей на маршрутах за то, что в них играет шансон. Шансон – это тоже нормально. Музыка просто, не знаю, для ребят, наверное, точно так же, как для меня. Делится на две – на живую и неживую. Просто часто очень слышно, как... Вот звучит песня по радио, и слышно, что ее придумали буквально на калькуляторе. Это такое рождение в муках, в попытках угадать хит какой-то, в вычислении формулы. А на самом деле это же очень глупо, потому что песня – это душевный порыв, и музыка – это, в принципе, душевный порыв. И здесь достаточно быть просто образованным настолько, чтобы уметь выражать свои эмоции. Все. Потом, ну, то есть можно закончить там три консерватории, потом все это напрочь забыть и начать нарушать эти правила, просто идти по зову сердца. Ну, творческие люди от макушки до пяток. Скажите, пожалуйста, вот всегда интересно, какие у звезд свои кумиры. Вот есть у вас такие? Вот плакаты на стенку хочется повесить. Или все-таки нет? Нет, вообще нет. Ну, кроме Кобзона, конечно. Я, конечно, постоянно изучаю этот мир. И музыкальный в том числе. Есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни. Кажется, интересно, кто спорит. Да, одно время, какое-то время слушаешь музыку, какое-то время пишешь музыку. Но из кумиров, ну, не знаю. У меня Барри Уайт однозначно, это группа Гус-Гус, это наши, в принципе, такие вдохновители. Это просто, дело не в том, что мы там с них что-то копируем. Дело в том, что три года назад мы попали к ним на концерт. Это был удивительный такой момент, когда в Киеве артист, которого нет нигде, ни на радио, ни на телевидении, ни на клипы не ротируется, ничего. Собирает весь модный Киев, битком площадка, которая, я не помню, там три тысячи человек или пять тысяч человек. И все это очень круто, все это очень здорово. И когда, вот я сделал такой вывод, что, блин, никаких балетов, никаких космических костюмов, ничего притянутого за уши, нет. Просто такая потрясающая естественность, это раз, но они по-своему аутентичные, они же исландцы все-таки, такие северяне. Во-вторых, вот самый главный урок, который тогда произошел, это то, что, блин, музыка на самом деле не обязательно должна быть в формате 3 минуты 20 секунд, как это требует радио. Можно писать просто музыку для себя, и она может быть там абсолютно разного формата, абсолютно разного хронометража. И, собственно, с того момента началась синематека. Это когда мы начали делать все длинное, даже таким образом, что некоторые танцевальные радиостанции ставят части наших треков. Вот в интернете есть, наш трек называется OMF 2-3. Почему он 2-3? Потому что это всего лишь две трети. Песни. И две трети это 8 минут, а весь трек он там минут 10. Это тоже нормально, это можно слушать. Это как бы, по большому счету, Estrada Rada это такой проект радиостанции, потому что у нас есть песни. Вот сейчас с 11 апреля будет открыт уже, доступен сейчас к предзаказу первый альбом, который называется Дискотека Века. И 11 апреля он уже будет открыт. Там есть переходный трек, который называется Дискотека Века, Света Музыка. Кому-то нравится первая часть, кому-то нравится вторая часть, кому-то нравятся обе части, но они именно по этому месте. Потому что мы разрушаем шаблоны и не ставим, что вот попсари сюда, а электрончики сюда. Можно же любить и то, и то. Вот и все. А учитывая вашу географию концертов, есть какой-то город, который вот прям засел, любимый, публика, отдача, который понравился на сегодняшний день больше всего? Что это за город? Вот он вопрос с подвохом. Надеемся, что сегодня это будет Ростов. Сегодня, да, кстати, в парке культуры у вас сегодня концерт, мы обязательно придем, будем хлопать, танцевать. И некоторые вообще впервые в Ростове. Да, мы, вот, я тоже впервые. И как Ростов принял? Да, шикарно, отлично. Я вот сейчас вот... Птицами, листиками. Листики, птички и тепло. Очень жарко, тепло и здорово. Расскажите, пожалуйста, курьезный случай, вот самый курьезный, который встречался у вас уже на протяжении вашей творческой совместной жизни. Какой-то бешеный фанат или... Ой, был один бешеный фанат, приходил сначала, просил автограф, а потом деньги на билет обратно домой. Говорит, потому что я, как бы, приехал сюда из Днепропетровска на последние деньги. Офигеть. Ага, да? Ну, какие курьезные случаи были? Он не хочет... Прыгивать, прыгивать в последний вагон, это нормально. Я просто поставил... Ты прямо на ходу ехал поезд, и в последний вагон... просто невероятно, причем с рюкзаком, с чемоданом я почувствовал себя, правда, десантником и мы успели минут, вот буквально вот секунда в секунду и нам повезло просто, что был на стойке, кроме вредненькой тетечки, был еще очень позитивный молодой человек, который помог нам сдать багаж. А ты расскажешь, что было на утро или промолчаешь? А на утро, да. Зачем так бежал? Так начались, потому что нам нужно было попасть тоже на эфир и в итоге я его проспал, потому что тело не выдержало, мне звонило три человека и ребята приехали в студию, а потом по селфи есть. Есть, есть фотка, где? Я просто, но такое бывает, ну а так-то вообще ничего такого страшного, но правда это было до, было еще когда был проект Махно Проджект, я помню мы выступали в Бердянске и начался резко ливень и загорелась сцена и сзади такой пожар и бежит человек напротив говорит, не прыгайте в воду, сейчас кабель 380 упадет в воду и всем будет ну слава богу там все спасли, нормально правда помочила аппаратура немножко. Скажите пожалуйста, мы можем увидеть вас в ближайшее будущее на каких-то крупных концертах, концертах, фестивалях, большие площадки. Олимпийские, привет! Ну первое, что будет в Киеве сейчас, у нас на самом деле очень много песен и очень много треков, не все помещается в программу, что клубный формат выступления артиста это до 45 минут, а у нас как правило меньше полутора часа никак не получается. вот и будет в Киеве фестиваль «Белая ночь» на арт-платформе, это такая площадка концертная, довольно таки большая и вот 3 июня у нас будет концерт, я думаю там, ну headline, я думаю, что там будет программа где-то два-два с половиной часа. вот, большие фестивали, да, сейчас ведется много переговоров, но просто рано что-то объявлять, потому что нам на самом деле вот, это когда ты еще такой маленький никому не известный артист, вот, и тебе очень важно там сколько людей придет, как там соберем, не соберем, ой, а какое это зависит. А сейчас на самом деле нам абсолютно пофигу выступать или для много тысяч, или для одного человека, потому что мы проходили это испытание на фестивале «Atlas Weekend», это очень большой, очень большой такой фестиваль киевский, который вот сейчас, в этом году будет второй раз, я не знаю, мы вряд ли попадем, потому что у нас гастроли будут в другой, ну, в других городах. И поскольку мы были группой без менеджера, нам сообщили буквально за день, что ребят, вас поставили по лайнапу там на 5.30 утра и поменять ничего нельзя. «Да», «Нет», «Нет». Ну, конечно же сказали «Да», посмотрел, что рассвет в это время. И на самом деле мы отыгрались вот всю программу на очень большой сцене с хорошим техническим райдером, с офигенным звуком для пятерых своих друзей, для охранников фестиваля. ну, там подтянулось, как казалось, я уже пост там, когда сделал в фейсбуке, начали люди какие-то фотки выкладывать. Ну, людей на самом деле было очень мало, но мы были этим довольны, потому что это было очень крутятки и здорово, когда вот рассвет, вот солнце всходит, и так в общем-то лето, 8 июля, все очень здорово. Ну, то есть как бы это все равно было волшебно, поэтому такой себе экзамен. У нас есть специальная рубрика «Пожелания нашим ростовчанам и в основном музыкантам». У нас очень большое количество ребят, которые вас любят, мы вас ценим, обожаем. И вот ваше, так скажем, наставление на путствие подрастающему поколению. Дорогие ребята, мальчики и девочки, придет время, вы тоже станете взрослыми, и тогда забота о будущем ляжет на ваши плечи. А пока желаем всем вам здоровья, счастья, мирной и радостной жизни. Так сказал Леонид Брежнев, Ильич, поздравляя детей с 1979 годом, годом ребенка. Какие у нас сегодня фамилии, да, Кобзон и Леонид? Ребят, спасибо вам огромное, что пришли, браво! Это была группа «Эстрада Рада», специальная для геометрии Ростов. Друзья, это была «Геометрия», ТВ-группа «Эстрада». Смотрите наши выпуски и до новых встреч! Пока-пока! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok